Интегральные типы стран Вопрос об интегральных типах стран Какие интегральные типы России, Запада, Восточных стран? Мне уже не первый раз приходится отвечать на этот вопрос Я всегда говорю, что вопрос этот очень спорный, потому что он спекулятивный То есть у нас нет никаких надежных инструментов, чтобы доказать, что именно такой интегральный тип страны Единственное, если мы сравниваем страны между собой, тогда мы можем что-то сказать Впервые оценки больших групп людей с точки зрения менталитета как раз начал Юнг проводить Он в своих работах указывает на разницу между экстравертным Западом и интровертным Востоком Потому что, допустим, если вопрос свободы рассматривать, на Западе очень важно, чтобы внешне была свобода В обществе и тому подобное Для Востока главное, чтобы человек внутренне был свободен И все эти техники от медитации до, я не знаю, как назвать, направлены на то, что внутренне раскрепоститься А что снаружи, это не важно Вот это вот разница экстравертного и интровертного подхода менталитетов Поэтому вот по Юнгу Запад экстравертный, а Восток интровертный Можно с этим согласиться, потому что именно Запад проводит экспансионистскую, экстравертную, расширительную политику Навязывая Востоку свои ценности, но они его глубоко не затрагивают И внутри восточные страны остаются такими, как они и сформировались Интровертными, закрытого типа Но это связано и с открытым, и с закрытым обществом тоже Это лучше, чтобы вы почитали работы социологов, наверное, которые опросами определяют Какое общество открытое, какое закрытое То есть экстравертное или интровертное Интегральный тип России, Запада и Восточных стран Значит, если взять конкретные страны, у меня были уже ответы Но хочу просто сказать, что такие страны, которые тяготеют к империям То есть те, которые сильно расширяются, включают другие народы Это, как правило, доминантные страны И чаще всего это страны, которые относятся к центральным квадрам То есть вторая и третья квадры Если взять Россию, то это вторая квадра Если взять империю Запада Например, США или бывшую Британскую империю То это третья квадра, там другие ценности Либеральные ценности, более демократические ценности А не ценности авторитарности и коллективизма То есть Россия против Запада Это как вторая квадра против третьей квадры, можно так сказать Но в столкновении второй и третьей квадры победит четвертая То есть ни те, ни другие не окажутся победителями с точки зрения ценности Постепенно на этих обломках будет устроиться общество четвертой квадры Но это отдельный разговор Что еще можно сказать по некоторым отдельным типам? Значит, смотрите, это опять-таки разные уровни восприятия Если мы возьмем, допустим, целом западный мир, коллективный Запад Это ценности гаммы Но отдельно взятые страны могут находиться на разной фазе развития Могут иметь свои индивидуальные интегральные типы Поэтому не нужно думать, что все западные страны, например, это гамма Как можно определить приблизительно, формируется ли это гамма или формируется это бета Это зависит, например, от того, как складывалась страна Географически в первую очередь Если она лежит на побережье Если она лежит на перекрестке торговых путей Или крупных рек, или на побережье морей, или океанов Это третий квадр, потому что торговля, это всегда открытость, это всегда какая-то свобода и тому подобное Получается, что империи такого типа, которые принято называть морскими, державами или морскими Как Соединенные Штаты или Британские империи, это третий квадр А сухопутные империи, которые с малым выходом к морям формировались или бились за этот выход Но имеют очень большую сухопутную территорию Это вторая квадральная империя То есть империя сухопутная, это вторая квадра И исторически это так, это касается не только России Это касается, например, Рима и Карфагена Которые противостояли между собой и шли пунические войны, пока не победил Рим Вот Карфагена, это типичная третья квадральная или морская Вот империя, наверное, в данном случае, держава Вот Рим, это типичная вторая квадральная сухопутная империя, которая в результате и победила И вообще, если мы проследим историю, это всегда борьба Если брать крупные державы, которые шлятся, то всегда борьба второй и третьей квадры Побеждают периодически то одна, то другая Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok